Приветствую! В этом видео мы поговорим о том, как мобилизация в Украине и выезд из Украины изменится с 17 июля 2024 года. В первую очередь мы отметим те моменты, которые не могли с точки зрения законодательства работать до этой даты. Ну вот, не предусмотренные они были. А также поговорим о том, что должно было работать, но по факту не работало. Итак, первое с чего мы начнем с простенького – видеофиксация и планшеты ТЦК и ИСП. Теперь они имеют право проводить видеофиксацию и проверять данные человека во время проверки документов. Когда я говорю «проверять данные человека», имеется в виду с использованием планшетов с доступом к реестру военнообязанных. Мы с вами прекрасно знаем, что они уже давно ходят с боди-камерами и фиксируют, но это было, как мне кажется, не совсем законно. Потому что 19 статья Конституции говорит о том, что должны делать лишь то, что предусмотрено законом, а закон, а если быть точнее, часть 6 статьи 22 закона о мобилизации, предусмотрел четкий момент начала действия этого полномочия – видеофиксация и использование планшетов. 17 июля 2024 года. Конечно же, открытым остается вопрос, а на что могут фиксировать представители ТЦК процесс проверки документов? Могут ли они это делать на свой мобильный телефон, который личный их? Вопрос остается открытым. Знаете почему? А потому что пока я, честно говоря, в сети нигде не нашел нормативно-правового акта, который бы урегулировал этот вопрос. А значит, пока такого акта нет, вопрос, могут ли они реализовывать это полномочия, остается открытым. А если точнее говорить, то не открытым он, не могут, да, потому что действовать они могут только в тот способ, который предусмотрен законом. Именно законом должно быть, либо каким-то подзаконным окей, подзаконным нормативным актом должно предусмотрено, что они могут использовать вот эту видеокамеру, да, вот такой модели, такой марки и прочее. И по планшетам та же история. Пока мы в сети не нашли информации о том, что такой акт есть. Следующий момент, о котором мы поговорим, задержание за необновление данных. Статьи 260, 260 и 262 Кодекса Украины о административных правонарушениях позволяют представителям полиции, подчеркиваю, не ТЦК и ЕСП, а именно полиции, задерживать человека, если он совершил административное правонарушение. Не обновление данных считается административным правонарушением, предусмотренным статьей 210.1. И, соответственно, полиция, я более чем уверен, будет таких людей, которые не смогут подтвердить, что они обновили данные, задерживать с целью доставки их в ТЦК и ЕСП для составления протокола и привлечения к административной ответственности. Следующий момент, которого до этого, до этой даты не было, это повестки по почте. Когда я говорю повестки по почте, имеется в виду не повестка, вложенная в почтовый ящик, нет, это не предусмотрено законом. Я говорю о повестке, которая отправлена рекомендованным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. Отправлена она по тому адресу, где человек либо зарегистрирован, либо же по тому адресу, который человек указал при обновлении данных. Напомню, что повестка, отправленная по почте, считается врученной, независимо от того, получили вы или нет. Это все предусмотрено пунктом 34 постановой 560. Ну и теперь перейдем к вопросу выезда из Украины. Здесь немножечко сложнее. Здесь с одной стороны постанова 560 в пункте 17 еще по сути с 18 мая предусматривала право пограничников проверять наличие военного билета и не пропускать человека, если у него нет военного билета. Ну, не обязательно именно билета, то есть темчасовое посвящение вискового зубовьязанного тоже нормально, припасное посвящение, если это человек призывник. То есть должен быть какой-то военно-учетный документ. С 17.07 ДПСУ заявили, что они не будут пропускать людей, которые не имеют при себе военно-учетного документа. То есть даже если у вас есть отсрочка, право на отсрочку, даже если у вас есть право выезда, будет основанием для отказа в выезде отсутствия у вас военно-учетного документа. Вот все другие документы у вас есть, а этого нет. Все, этого будет достаточно для того, чтобы вам отказать в пересечении границы. Конечно же, здесь открытым остается вопрос, а должна ли быть ввод отсрочка, оформленная, да, должна ли быть справка о том, что человек получил отсрочку. Вот этот вопрос остается открытым, и ДПСУ молчит с точки зрения правил пересечения госграницы, с точки зрения постановы 560, постановы 1487. Этих документов не должно быть у человека во время выезда из Украины. Этих я имею в виду документов об отсрочке. Но, как мы знаем, все может быть. Будем за развитием ситуации следить, и по поводу выезда за границу прошу тех людей, которые выезжают, давать обратную связь, чтобы мы таким образом могли там в телеграм-канале информировать людей о том, какая же реальная ситуация за границей. И, пожалуй, я буду, наверное, сейчас какое-то время там снимать более-менее часто видео о ситуации на границе, чтобы вы понимали, с какими документами разрешают выезжать из Украины. Ну, имеем в виду, естественно, мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Его название вы видите сейчас на экране, а ссылочка на него есть в описании к данным видео. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока!